всем привет меня зовут катя вы на моем канале о вязании сегодня будет совсем маленькое видео я покажу всего лишь несколько работ из них готовы это будет только одна игрушка и вот такая салфеточка ну сейчас все покажу подробнее значит первое это вот такая вот моя авторская игрушечка долго я ее выдумывала вывязывала перевязывала переделывала хотелось коровок очень много хотелось сделать что-то понятно что и идеи это не все но как бы не новые то есть у многих игрушек что многое похоже но вот хотелось что то все равно чтобы это было моё во первых а во вторых хотелось бы чтобы это было все таки функциональная игрушка потому что я вижу по своей специфике это детские игрушки и в данном случае это погремушка сильно не буду греметь потому что сынок спит соседней комнате значит в основе тела это ну как тут уже видно это вот такое вот яйцо когда-то по моему в таких яйцах но нельзя сейчас наверное тоже есть машинки продавались и дну много что продавался в таких контейнерах они разноцветные то есть это яйцо и вот обвязанным дальше голова глазки это деревянные бусинки обвязанные здесь во рту вот такая вот ромашка вот так она лапки это тоже деревянные обвязанные бусинки и обвязаны они вот так вот фактурно или рельефно как от назвать естественно коровки и вот такой хвостик вот такая вот красота она довольно большая то есть вот ну как две моих наверное ладошки как-то вот так и и крайне сложно сфотографировать у меня в инстаграме есть фотографии вот можно посмотреть но ее очень сложно сфотографировать с какого-то определенного ракурса потому что все равно вся она как-то в кадр не попадает то есть либо с одной стороны ее видно либо с другой связана коровка из полухлопка это alize cotton gold белый цвет розовый цвет это янар джинс и все равно alize cotton gold мне нравится конечно намного больше ввязки и вообще сама пряжа но вот больше наверное уже джинс не знаю буду ли я покупать и у cotton gold нравится то что все таки у них пряжа по 100 грамм то есть намного удобнее чем по 50 грамм покупать постоянно какого-то кусочка да не хватает вот сколько-то грамм на какую-то игрушку не хватает вот поэтому вот такая вот коровка и вот такая вот как бы я сейчас вот так покажу вот такая салфеточка вот салфетка вязалась мне хотелось салфеточку для фотографирования своих игрушек то есть чтобы это был не какой-то голый фон а вот какая-то ажурная на нем лежал салфетка но при этом мне не нравится просто обычные крючковые салфеточки но то есть которые ну как сказать такие плоские да хотелось вот именно вот этой вот рельефности и здесь вот за счет вот таких пышных столбиков вот здесь они здесь и у салфетки поэтому какой-то объем получается ну и рисунок конечно мне очень и очень нравится как получилось очень нравится как на этой салфетки как как получается фотографии тоже можно посмотреть у меня в инстаграм мне нравится стала как-то посимпатичнее вот это все что касается готовых работ и еще сейчас тоже покажу корову сдвинем сюда уже наверное все знакомы с этими моточками с этой пряжей есть она по-моему я нарт флаус а я купила вот такую вот ализе диво ботик силки эффект понравилось что она вот такая действительно шелковистая и привязки и на ощупь сначала вообще покупала когда эту пряжу вернее пошла в магазин просто там докупить мне нужно было пряжу увидел вот эти моточки были со скидкой решила купить хотелось вязать ну такого же плана салфетку но такую разноцветным да вот то есть было куплено именно на салфетку потом подумала что салфетка но вроде как что я не очень себе представляю что делать с этими салфетками кроме как использовать их для фона то есть куда-то стелить ну я не знаю у нас наверное нет каких-то таких мест куда бы вот можно какого такого стола на который можно положить салфетку потом это все пылится это все пачкается это нужно постоянно как-то стирать но в общем по мне это не практичная вещь особенно если это какого-то такого светлого цвета то есть это постоянно будет пачкаться а хотел что-то практичного потом меня были идеи так как здесь по моему 200 сейчас посмотрю 250 грамм то есть это довольно много думала связать серию допустим игрушечек ну там допустим зайка или мишек которые будут все вот в таком цвете но здесь довольно длинные секции сейчас покажу то что я все-таки в итоге я начала вязать бактус наверное себе сейчас я его разложу и покажу поближе вот так это лицевая сейчас покажу что на данный момент получается но потом понятно это все нужно постирать это все нужно распрямить это все вот чтобы все красивенько было на данный момент получается вот это каждый рапорт состоит из 14 рядов то есть мы вот вот до этих пор это вот один рапорт здесь уже начата половина 2 то есть это уже где-то около 30 сантиметров у меня связано вот такая вот и вот столько и это всего еще один цвет то есть еще даже я не дошла до более светлого он там вот где-то дальше поэтому это должна быть очень большая серия наверное игрушек но я подумал даже не столько игрушки но вернее как хотелось связать игрушки но допустим чтобы это было зайка например вот в таком цвете и там слинга бусы или погремушка и все чтобы оно было вот таком но получится все будет в одном цвете скорее всего потому что конечно по тому количеству пряжи которые уже вывязана ну тут я думаю что уже один за это точно может быть даже и больше надо ради интереса кстати сейчас возьмем весы и взвесим значит вот тот кусочек который уже вывезу 37 грамм ну да то есть это одна игрушка даже наверное чуть больше то есть на одного небольшого зайку если такого примитивного нет у меня а ну да вот есть вот такого плана если брать зайки то на него уходит ну как раз наверное грамм 40 то есть меньше пятидесяти меньше одного моточка пряжи то есть вот это вот даже наверное ну приблизительно в общем вот то что вывязано сейчас это один вот такой зайц то есть соответственно а пряжа этого цвета здесь еще есть довольно много то есть это можно вязать в одном цвете не получится эффекта вот этого амбре или там ботик вот этой секционности все равно будет в одном цвете то есть в одном в таком цвете будет допустим комплект хотя в принципе как вариант создать вот серию наверное таких игрушек и знаете что самое удобное мне нравится это то что это же один моток то есть это не будет постоянное там привязывание новой нити закан моток не будет заканчиваться не будет узелков то есть вяжи себе и вяжи из одного мотка а здесь в составе кстати не сказала сейчас она здесь микрофибра здесь не хлопок но можно в принципе взять и по моему flowers там хлопок с акрилом надо посмотреть на то есть они есть разные это пряжа в принципе как вариант я думаю что можно что-то такое подобное сделать придумать причем есть она вот таких нейтральных цветов а есть здесь на этикетке наверное нету а есть она как разноцветные как радужная вот если взять радужную я думаю что это будет интересно и вот из радужной как раз навязать серию одинаковых комплектов например слинга бусы грызунок такой браслетик и игрушка и вот они все посмотреть насколько сколько этой пряжи уйдет какое какое количество этого цвета уйдет и как это будет получаться кстати как вариант я думаю надо все таки попробовать надо купить еще такой моточек и связать точно вот но это уже будет скорее всего после того как я расправлюсь с этим бактусом это я вижу пока второй день ну как вижу вижу тогда когда есть возможность когда дают детям повязать в основном это вечерами ну вот какими такими урывками днем вот это собственно все что я хотела быстренько вы так показать чтобы надолго не пропадать чтобы периодически все-таки как-то появляться и что-то показывать и не копить огромное количество работа вот такими маленькими порциями показывать поэтому буду на сегодня прощаться получится очень такое небольшое видео все всем пока пока